Если мы хотим понять пророчество во всем контексте, то нам необходимо рассматривать это и в Танахе, и в Новом Завете. В Танахе пророчество предназначалось для направления стран, народов. И то, как преподносилось это пророчество. Тот путь, по которому оно высвобождалось. Оно произносилось в присутствии тех, кому предназначалось это пророческое слово. И как мы говорили уже ранее о том, что если у вас есть пророческое слово, то необходим человек или даже нация, которому надо высвободить это слово. То есть, Бог бы не дал его просто так, без возможности высказать его. Этот пример мы можем рассмотреть в Ионе, пример Ионы. Ионе пришлось идти в Ниневию, чтобы высвободить свое послание. Бог дал ему послание, когда он еще был в земле Израильской. И если бы он высвободил это просто в земле Израильской, то люди, которым оно предназначалось, бы просто не смогли бы услышать. Поэтому мы можем ожидать от того, кто оперирует пророческим даром и служением, о том, что человек, которому предназначается пророчество, или даже несколько людей, они должны быть в состоянии и иметь возможность услышать. Амос — это другой пример. Он был послан в царский храм в Бетеле, чтобы высвободить предупреждение. Чтобы высвободить пророческое предупреждение именно конкретно тем, кому оно предназначалось там, кто был вовлечен в это. И после того, как они получают такое слово, у них есть возможность измениться. Если у вас есть пророческое слово к кому-либо, которое направлено на то, чтобы этот человек изменился, вы должны непосредственно ему высвободить это пророческое слово. Есть интересный момент здесь. Мы знаем, что в Танахе было наказание за непринятие пророческого слова. И было тестирование для лжепророков. Простите, наказание не за принятие пророческого слова, а за высказывание о лжепророчестве. Если пророчество было истинным... Понимаете? Испытание пророков было в том, что, если их слово сбывалось... Если мы посмотрим в Иону, в дело с Ионой, связанное... И он пришел в Ниневию и сказал, что это место будет разрушено, насколько я помню, в течение 40 дней. ... Спасибо. Спасибо. Мы должны проследовать с вами в книгу Ионы, в первую главу. И было слово Господне к Ионе, сыну Амафеину. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. Он принял послание. И ему необходимо было идти, но он очень не хотел идти в Ниневию. И если вы будете в своей жизни вовлечены в пророческое служение каким-либо образом, вы иногда будете получать слово, которое вам не очень будет хотеться высвободить вслух. И Иона яркий пример этого, и он пытался избежать своей участи. Но это не сработало, как мы понимаем. Если Бог хочет, чтобы вы доставили послание, вы его доставите. И вам придется его высвободить и доставить, даже если вам придется утонуть, чтобы вас кит проглотил, и потом там побыть в нем немножко. Даже если вы через это пройдете, Бог высвободит свое послание. Некоторые люди говорят, мы не можем себе представить, как Иона пах, когда пришел все-таки в Ниневию. И ему необходимо было пойти, и он добрался. И третий глава, четвертый стих. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря, «Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена». И очень интересное описание здесь с Ниневией. Если мы вернемся назад на один стих. И встал Иона и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. Если вы сделаете калькуляцию, то люди ходили там четыре километра в час. Кто-то есть хороший в математике? Представьте, если в среднем человек идет четыре километра в час, и Ниневия была на три дня ходьбы, какой великий город это был? Like, hundred километров. Если вы ходите десять часов в день, это было бы четыреста километров. Три дня. Короче, я не такой великий математик. Это большой город? Десять часов в день, по четыре километра в час. Это сорок километров в день на три дня. Это сто двадцать километров. Сто двадцать километров в город. Я уже не дружу с математикой так близко, как раньше. Это был достаточно большой город. И ему пришлось идти в этот город. И вот его послание. И поверили ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вретище, и сел на пепле. И повелел возгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его. И он призвал их поститься, он призвал их не кушать, и молиться, покаяться. И в девятом стихе кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии. Мы можем с вами увидеть, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Четвертая глава, первый стих. Иона был пророк. И испытание настоящего пророка, если его пророчество сбудется. Он получил послание от Бога, после некоторого сопротивления его высказать. Он все-таки добрался и высказал это послание. Через 40 дней Бог разрушит это место. А Бог потом планы поменял. Как это возможно? И Иона говорит, но теперь все будут думать, что я достаточно посредственный пророк, нехороший. Понимаете? Но такое может происходить. Да, Бог может давать вам послание о разрушении, о своих планах разрушить что-то. Но Божья цель, которая главнее, чем разрушение, это обличение, покаяние людей и спасение их. И в этом дело, если бы они не покаялись, разрушение пришли бы. Но благодать Божья излилась от престола Божьего до самого бедного на землю. Все услышали послание Ионы. Они покаялись. И Бог сказал, я не могу позволить себе уничтожить их сейчас. Но бедный Иона, он был очень огорчен. Это урок. Мы должны с вами не только научиться слышать голос Бога, высвобождать Его послание с силой и властью, но мы с вами должны научиться понимать Божье сердце. когда вы укоряете людей пророчески, когда они что-то делают не так, если они покаяются, вы должны возрадоваться вместе с ними. И это была проблема у Ионы. С одной стороны, Иона знал сердце Бога. Если вы прочитаете 4 главу 2 стих, и молился он Господу и сказал, о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Поэтому я и побежал в Фарсис. Ибо я знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. В чем проблема? Проблема Ионы была в том, что он заботился о своем авторитете, и это никак по-другому не называется, как гордость. Он так беспокоился о своей позиции как пророка, что он даже не хотел, чтобы Бог был милостивый и долготерпеливый в этот конкретный момент. И потом у нас есть этот диалог, дискуссия между Ионой и Богом. Иона даже просит, что Господь, забери мою жизнь, зачем мне теперь жить? И Господь продолжает говорить с Ионой. Неужели это огорчило тебя так сильно? Правильно ли тебе быть огорченным? Мы не можем углубляться в их спор, но здесь очень интересный момент есть. Здесь раскрывается принцип, которому Бог учит Иону о своем сострадании и любви. И это касается его возрастания, роста, и Божьей милости для Ионы. Он даже тень создал ему, чтобы он мог отдыхать, потому что там солнце было сильным. потому что растение выросло, а потом умерло для тени Ионы, а потом Бог убрал его. И через этот пример с растением, этой тенью, которую он на время дал и забрал, это был урок для Ионы. И стих 10 и последней главы мы читаем. Тогда сказал Господь, Ты сожалеешь о растении, над которым Ты не трудился, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек? Бог также очень милостив с самим Ионой и объясняет свою работу, почему он так поступил. Поэтому давайте хранить этот принцип тоже в разуме. Это принципы пророчеств. Когда это должно высвободиться такое обличающее, корректирующее Слово Божье. Божья цель в таком Слове — покаяние. Хорошо? Так же мы должны четко знать о том, что пророчество необходимо высвобождать конкретно тому, кому оно предназначается. как мы видели уже в Новом Завете. Павел придает очень большое значение пророчествам. Другую вещь, которую нам с вами необходимо понять, это пророк не должен рассматривать себя как самого важного. Гораздо важнее, что говорит Бог для них и через них. Он дает им послание, и Господь говорит, для кого это послание. И пророк, он служит тому, кто говорит. Когда мы оперируем и служим в пророчествах, мы будем сталкиваться с неудачами. когда послание будет высвобождено людям, которые будут просто отворачиваться от этого, смеяться над этим и даже иногда убивать пророков. И как мы видим в писаниях Танаха о том, что оба израильских царства платили цену за это. Пророки не хотели разрушений, но разрушения все равно приходили и поэтому они разворачивались и уходили. Мы должны с вами понять, что когда пророк приносит такое послание, он должен надеяться на покаяние людей, чтобы то разрушение, о котором Бог предупреждает через это пророчество, не произошло. Это сердце настоящего пророка. его желание сердца, чтобы люди покаялись через это пророчество, потому что он знает любовь Бога. Вы можете рассмотреть это как провал пророчества, то есть оно не сбылось. Но это можно рассмотреть как возрождение нации Израиля. В итоге они начинали видеть возрождение. люди, которым преподносилось это слово, увидели неправильность своих путей и каялись в этом. И тогда Бог возвращал их в землю. И мы видим это происходящее снова. И многие из нас верят, что это будет последнее возвращение народа израильского в землю. Но из-за всех этих пророческих слов в Писании есть надежда прихода Мессии. Надежда на того, кто исполнит все пророчества. пророки имели успех, потому что были верны. И пророки имели успех, потому что были верны. после того, как вы высвободили пророческое слово, сказанное Богом вам. Это причина, по которой Бог дал вам пророчество, чтобы вы его высвободили. И была цель, по которой пророки Танаха высвобождали послание. Но на них не было ответственности за то, что происходило после. Конечно, это было крайне больно и неприятно для них видеть, что их отвергают, что отвергают слово, которое Бог дает через них. это также ключевой момент, когда ты вовлечен в пророческое служение. Если твое послание призывает к покаянию, оно должно вызывать печаль в вас, когда вы видите, что люди не принимают это и не поступают так. хорошо. Истина и развлечение. В Библии есть радикальные стандарты для пророка. И иногда это сложно для нас для понимания. пророка. основной испытания для пророка мы можем найти в Иеремии. Давайте последуем в Иеремию 28 главу. 28 глава с 1 по 18 стих. 1 по 18 стих. В тот же год. В тот же год, в начале царства Неседеки, царя иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал, Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через два года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, который Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон и Иеремию, сына Иоакима, царя иудейского и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон. Я возвращу на место сие. Так говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия пророк пророку Анании перед глазами священников и перед глазами всего народа стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия пророк, Да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну и бедствия и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно посылал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял Ермо свои Еремия пророка и сокрушил его и сказал Анания перед глазами всего народа сии слова. Так говорит Господь, так сокрушу Ермо Навуходоносора царя Вавилонского через два года, сняв его свои всех народов и пошел Еремия своей дорогой. И было слово Господня к Еремии после того, как пророк Анания сокрушил Ермо свои пророка Еремии. Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил Ермо деревянное и сделаешь вместо него Ермо железное. Ибо так говорит Господь Савуа в бок Израилев. Железное Ермо возложу Навуи всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносорю царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдал ему. И сказал пророк Еремия пророку Анании, послушай, Анания, Господь тебя не посылал, говорит Господь. Вот, я сброшу тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. И умер пророк Анания в том же году, в седьмом месяце. Теперь у вас есть контекст. Когда Анания, сын Азура говорил, от имени Бога, тогда Иуда, что Иудея освободится в то время. Иеремия ходил с хомутом на шее возле Иерусалима. Вернемся в 27 главу Иеремии, стих 2. Адонай сказал мне, сделай себе узы и ярмой и возложи их на швы. И это один из примеров, когда Бог просит пророков сделать что-то такое необычное, что выглядит как картинка. Но также это очень смиряющаяся вещь, которую необходимо было сделать пророку. И если мы получше рассмотрим Танах и все Писания Ветхого Завета, мы увидим, что пророкам необходимо было делать странные вещи. И не всегда было легко быть пророком. И Бог мог попросить тебя сделать крайне странные вещи. Это не плохая вещь, которую Еремею пришлось сделать. Он должен сделать что-то явное, чтобы у людей был визуальный пример, и чтобы они получили впечатление. Поэтому он сделал этот хомут, ярмо. чтобы люди увидели явно о том, что станьте под ярмо Вавилона и тогда останетесь живы. пророком. И в этом месте я обычно спрашиваю, кто еще хочет быть пророком? Готовы ли вы вот к таким экстремальным вещам, которые Бог захочет, чтобы вы сделали? Готовы ли сделать все, что Бог попросит, чтобы вы сделали? Это часть быть пророком. Давайте вместе отправимся в Осию двадцатую главу. Ладно, Исайя, двадцатая глава. Да, Исайя, двадцатая глава. Стих второй. Стих второй. Исайя, двадцатая глава. Стих второй. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, «Пойди и сними вретище с чесл твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих». Он так и сделал. Ходил ногой и босой. Ногой и босой. Да, и сказал Господь, как раб Моисая ходил ногой и босой три года в указании и предзнаменовании о Египте и Эфиопии. Я повторяю свой вопрос. Кто-то еще хочет быть пророком? Может быть, Бог вас не попросит это сделать. Но Бог попросит вас сделать что-то крайне странное. Вопрос в том, готовы ли мы полностью следовать за Господом. И есть другие вещи, которые Бог просил пророков делать в Танахе. Одного просил лежать на одном боку много-много дней и перевернуться и лежать много-много дней на другом боку. Все эти вещи — это разные виды пророческих посланий. Но Бог ищет того, кто готов выполнить то, что Он попросит. И я думаю, что это касается не только пророческого служения, а других вещей тоже. Хорошо, мы сейчас перейдем на этот момент, и потом мы продолжим.